Добрый вечер, дорогие друзья. Я приятного приятного приглашения в лучшем фестивале в мире. По составу, по музыке, конечно, по публике в Оренбург. Под оглушительный аплодисмент он появляется на сцене, как всегда скромно и сдержанно. На Евразии Игорь Бутман уже не впервые и вновь с особенной миссией. Для него джаз – это в первую очередь диалог культур, общение, которое так важно на евразийском пространстве. Уже через две недели Игорь Бутман отправится в Вашингтон. Там он будет награжден за вклад в развитие мирного существования людей всех рас и национальностей. Музыкант стал первым российским деятелем культуры, который удостоился этого звания. Гениальность его личности в каждом шаге. Ночной перелет, бессонные сутки. Но перед концертом он находит возможность встретиться со студентами. В Институте искусства Игорь Бутман проводит мастер-класс, а помогает ему в этом оркестр Оренбург. Даже на маленькой встрече ты можешь найти новых поклонников нашей музыки, поклонников хорошего высокого искусства. И плюс ты сам учишься на таких мастер-классах. Сам для себя открываешь вещи, которые действительно или забыл, или не обращал внимания. За три дня на сцене Евразии выступило около десяти коллективов из Израиля, Голландии и Франции. Многие из них уже знакомы оренбургской публике. Фред Белинский спустя пять лет представляет джаз в новой формации. Сочетание французского Прованса с русской народной музыкой. У меня было очень хорошее ощущение о Оренбурге, потому что людьми приглашают с большой удовольствием, с энтузиазмом. И могу сказать, что это, как обычно, очень хорошо. Евразия – единственный в России джаз-фестиваль с 20-летней историей. В этом году он посвящен особенной дате. 90 лет его главному идейному вдохновителю Юрию Саульскому. Его произведения в основе каждой программы. С особым трепетом зав встречает черного кота. Сам же маэстро с юмором называл его своей девятой симфонией Бетховена. Алина Волохова, Игорь Бероев. Новости дня.